Всем доброе утро! Наконец-то я сегодня проснулась в 6.40. Начала хоть на 40 минут подольше спать. У нас мороз, всё ещё холод такой. Сегодня последний день зимы, завтра уже первый день весны. Весна придёт, как это греет нас всех, согреет солнечными лучами, птички запоют, настроение улучшится. Прям представляю всё это, тёплые прогулки под солнышком. На душе становится так тепло, и понимаю, что, блин, эти морозы, эти холода не навсегда. Осталось уже совсем чуть-чуть. Утро начинается со смузи, шпинат, киви, апельсин, банан, авокадо, манго и банан. На завтрак буду готовить блины, чашка овсяного молока, чашка муки, у меня полбиная, и пол чашки воды. Добавлю разрыхлитель 5 грамм, чайную ложку соли, столовая ложка мёда. Тесто для блинчиков готово, классной такой консистенции. Я уже жарю на двух сковородках. Блинчики практически без масла жарю, я просто на сковородку чуть-чуть налила и сразу вытерла салфеткой. Красные и жёлтые ты делаешь? Да. Тебе печеньки больше всего нравятся? Да. Вы с папой лепите тут. А где ваша уточка, которую вы лепили? Тюрд, она не лепит. О, у них вечеринка! Сколько у нас время? Время без 10.9, у них уже всё. День пошёл правильно. У нас масленица напекла блинов, заварила вкусный ароматный чай с мятой. Такие блины прикольные, мягкие, просто вот как губка, аж проваливаешься в них, и потом они сразу восстанавливаются. Поедем сегодня ещё раз в центр. Мирона за подарком. Вчера мы присмотрелись, но ничего не купили. Сегодня, надеюсь, что купим. Мирончик, выберешь себе подарок на день рождения в магазине? Да. Ты уже что-то присмотрел вчера? Да. Думаем насчёт велика, но мы не видим, чтобы у Мирона прям большой такой интерес был с этим велосипедом. И мы сами всегда в пути. Сейчас посмотрим. Хотя бы по дому, может быть, он сможет на нём крутить педали. Получается, Мирон? Да. Думаем, самый простой такой велик взять, может быть, даже по квартире он будет пока у нас гонять, тренироваться, крутить педали. 44,99. И рядом такой же, только с палочкой можно толкать его на прогулки, например. И стоит он 60 евро. Мирон достал полицейский мотоцикл. Он оптимально, прям под его рост удобный. Тестирует беговел. Да, он вроде бы держит. А развернись теперь к маме. Потому что у него были более двойные колёса. И баланс там не надо было держать. А этот уже по-другому. Красный ещё тоже посмотрели. Он чуть-чуть побольше. Ну, вроде Мирон может ещё, конечно, вырастить за лето. Вот этот ему прямо сейчас очень хорошо по росту. Тортик. Мирон закупательную корзинку ещё хочет. Упали. Мирон вчера не доиграл. Опять свою игрушку вспомнил, которую он вчера разглядывал. Всё, Мирон выбрал себе подарок. Ему обязательно нужна эта закупательная корзинка и такой компьютер. Зато сам выбрал. Ты доволен, сынок? Да, доволен. За 40 минут справились. Поехали домой. Сегодня дороги пустые. Общественный транспорт не ездит. Бастуют. Даже садики сегодня не работают. И так приятно по пустым дорогам прокатиться. Тачка, закупательная корзинка. Мирону больше всего понравилась. Мирон вместе с закупательной корзинкой. И здесь всякие разные продукты. Он себе здесь оставил. И играет. Быстренько сварю супчик на обед. Отправляю лук на растительное масло. Мини-шампиньоны добавлю. Вот такие маленькие. Морковку. Нарезала картошечку. Добавляю белый рис. Немного воды. И я заморозила овощной бульон в силиконовой форме. Отправляю его в суп. Супчик довожу до кипения. И буду варить 15 минут на медленном огне. Все. Он много поел. Он много только съел, столько много донул. Папа, ну я в это я делаю. Видишь, что я делаю. Ну, классно ты сделал. Все, супчик у меня сварился. Добавляю укроп в конце. Горяченький, вкуснейший супчик готов. Он очень аппетитный, вкусный, беспроигрышный вариант. Подогрела наш вчерашний хлебушек в духовке. Все, папа наш на работу вошел. Удачи, пап. Пока. Мирончик, ты накупался? Да. А что ты у мамы заказал покушать? Сварила мама брокколи. Мирон, кстати, любит брокколи. И с самого детства его с удовольствием ест. На улице хорошо. Я думала, что здесь прям морозно, а днем нормально. Мы с Мирончиком собрались, поедем к Марине на занятия. Мирончик в припрыжку бежит к Марине на занятия. Говорит, мама, я уже так соскучился. Я хочу к Марине на занятия. А как только пел с доснем, птички дают. Полетели птички. На дружки птички все крошки собирают. И потом надо разложить шарики по цвету трубочек. Голубая. Еще выше. Зеленая. Еще выше. Зелетая. Еще? Оранжевая. И самая высокая. Красная. Бери, бери, любое. Я хочу его. Я хочу петь. Так, хорошо, правильно. Квадрат. Квадрат. Треугольник. Треугольник. Если это кружок, значит, надо в кружок положить. Если это квадрат, значит, квадрат. Да? Иди, где треугольник, это тут, туда и лови. Иди, где треугольник. Треугольник. Ну, по цвету. Видишь? Молодец. Треугольник. Ну, им очень нравится, да? Они так заинтересованы все дети. До свидания, до свидания. И помашем на прощанье. Молодцы, очень хорошо позанимались. Передам, чтобы она не пропускала. Сдала ребенка своего бабушки. Мирон сегодня просто суперклассно занимался. Понравились всем занятия. Было интересно. Марина столько всего интересного подготовила. А я иду домой на пару часиков. Побуду дома. Так непривычно. Уже вообще светло-светло. Весна пришла. Потому что раньше я по темноте в это время уходила. А сейчас день так прибавился. Так здорово, классно. Даже несмотря на то, что мороз, весна уже чувствуется. В последнее время мне очень часто встречаются цифры 11-11. Я смотрю на часы 12-12, 15-15. Ну, два одинаковых числа. И для меня это такой знак. Просто это я уже исхожу из своего опыта. Перед тем, как я вышла замуж, то же самое было. Мне попадались одинаковые числа. И сейчас тоже попадаются мне частенько эти одинаковые числа каждый день по несколько раз. И когда я смотрю на это одинаковое число, я себе в голове говорю так, что как будто бы это посыл от Вселенной. И Вселенная мне говорит, тебя ждут изменения. Я смотрю на число, вижу 15-15. И сама себе говорю, тебя ждут изменения. Потом я смотрю на число 12-12. И сама себе говорю, Марьяна, тебя ждут изменения. После этого я улыбаюсь и радуюсь. О, классно, меня ждут изменения. Раскачиваю свое позитивное мышление. Это первое, что я делаю. И второе тоже еще такой лайфхак, как раскачать позитивное мышление. Каждый день в 20-23 у меня стоит таймер. Потому что сейчас год 2023. И каждый день в 20-23 у меня срабатывает таймер. И когда он срабатывает, мне приходит сообщение. И там написано, почему я сегодня молодец. И каждый раз я просто останавливаюсь и задумываюсь, почему я сегодня молодец. Например, возьмем сегодняшний день. Я отвела Мирона на занятия. Я приготовила вкусный обед и завтрак. Я приняла ванну. Мы съездили, выбрали Мирону подарок на день рождения. Ну и так далее. То есть нужно минимум 5 вещей перечислить, почему я сегодня молодец. И таким образом тоже ты раскачиваешь свое позитивное мышление. Ты учишься фокусироваться на чем-то хорошем. И как обычно, да, на чем фокусируешься, то и увеличивается. Также учишься останавливаться, смотреть на прожитый день, похвалить себя за что-то, не обесценивать свой день. И понимаешь, что реально в каждом дне есть что-то хорошее. И такая каждодневная тренировка, мне кажется, очень хорошо помогает быть более счастливым. Я монтировала видео, уже стемнело, решила покушать супчик, чтобы прям совсем уже поздно не было, хотя уже 7 часов. Простой наш рисовый, который я в обед варила. И хлебушек домашний на закваске. Развесила вещи на улице, и такой мороз, мне страшно туда выходить. Я только что там была, доставала сушилку, и температура просто вообще такая холодная. Сейчас пока дождя нет, все хорошо сохнет. Я вышла уже на улицу, посмотрите, какое сегодня звездное небо. Я просто в шоке. Вышла за Мирончиком, укуталась как могла. Ну, кстати, не так уж и холодно. Всегда, когда дома сидишь в тепле, без одежды, выходишь на балкон. А там тебя сюрприз ждет в виде мороза, холодного воздуха. Сильный контраст. А когда на улицу выходишь, ничего, хорошо. Все, забрала я своего ребеночка. Пойдем мы домой готовиться, ложиться спать. Всем спокойной, доброй ночи. Увидимся завтра.